К реальности Ленин не имеет для большинства никакого отношения. Это была религиозная большевистская секта. Я не понимал тогда, что это религия. Вот в чём всё дело. Шли огромное количество писем, что надо дать возможности проститься Сыльичу. Они стали делать бальзамирование на какой-то период. Никто не даёт гарантии, что это навечно. Они же раздули целую легенду, что это такая страшная тайна, состав бальзама. Это просто уникальная научная история. Нельзя захоронить, как из этих соображений. Был план вынести тело ночью. Надо дать покой. Так нельзя. Этого не будет. Привет, друзья. Я так по-блогерски сегодня начинаю, потому что Красная площадь у нас – режимный объект. Нас не пустили сюда с профессиональной техники и сказали «Редакция? Не надо». Но ничего страшного, потому что вы и так всё отлично видите. И главное – видите тему нашего выпуска. Она тоже специальная. Вот она – мавзолей и тело, которое там лежит. Вы, конечно, помните грандиозный скандал пару недель назад. Глава Союза архитекторов Николай Шумаков неожиданно объявляет конкурс на реиспользование мавзолея. Что там разместить, когда оттуда вынесут Ленина? И я, когда это услышал, подумал, что это не архитекторы сами придумали. Их попросили сверху, и это зондирование общественного мнения. Потом я даже решил съездить к Шумакова и прямо его спросил – это кто придумал-то? «Скрывать нечего. Это была наша идея. Союз архитекторов России, естественно, президента и куратора». Президента ваших? «Да, но мы не сносим мавзолей и не выносим тело Ленина из мавзолея». Мне показалось, это правда придумали архитекторы, и они правда ничего такого не имели в виду. Просто не поняли, что они сейчас за бурю поднимут. Бог с ним. Кроме как морально никто не пострадал. Возможно, вы сочтете это теорией заговора, и не поверите мне, но к моменту, когда этот скандал начался, редакция уже несколько недель занималась темой мавзолея и возможным выносом оттуда тело Ленина, потому что нам эта тема давно казалась интересной, и я хочу ее с вами сегодня обсудить, ответив на три вопроса. Первый. Как так вышло, что глава абсолютно антирелигиозной партии, а затем и государства, ярый атеист Владимир Ульянов, оказался не просто погребен, как египетский фараон, он оказался центром и объектом новой религии. Второй вопрос. Кто те люди, которые сохраняли и сохраняют его тело раньше и сейчас? Кто их финансирует? Сколько это стоит? И третье, самое главное. Почему, хотя с момента крушения Ленинской империи прошло уже почти 30 лет, и несмотря на то, что были за это время попытки тела Ленина оттуда, из мавзолея вынести, мы сегодня вам про такие расскажем, попытки, этого так и не произошло. «Поднимется солнце, заглянет ко мне, а светится ярко портрет на стене, и словно желая мне доброго дня, Илич как живой поглядит на меня». Я недавно столкнулся с проблемами. Сын, ему тогда было лет 8, спросил, кто такой Ленин. Как бы вы ёмко ответили ребёнку на такой вопрос? Наверное, правильнее отвечать, что Ленин был русский интеллигент, который хотел, чтобы здесь не боялись человека с ружьём, чтобы здесь не было культа насилия, и чтобы одна часть общества не пользовалась привилегиями за счёт другой. Вот вы про то, что Ленин был против культа насилия уверены? Но есть же много цитат из его работ про расстрелять, расправиться и так далее. На каждую такую записочку расстрелять как можно больше человек. Во-первых, существует продолжение, которое объясняется, при каких обстоятельствах эта записка написана. Во-вторых, существует десятки записочек, в которых написано, что никого не трогайте, тех-то отпустить и так далее. То есть это плохое объяснение Ленина, что Ленин – это существо, которое зверски жаждал крови. В этом выпуске мы мало говорим о русской революции, хотя она, по моему мнению, является главной трагедией в отечественной истории. Это доказывает и количество экранизаций, вдохновлённых теми событиями. Вот, например, «Адмирал» с Константином Хабенским в роли Колчака. Одно из первых художественных высказываний в отечественном кинематографе нулевых, которая ставит под сомнение безусловную правоту одной из сторон – что большевиков, что белых. «Адмирал» он не про белых и не про красных, а про трагедию людей, столкнувшихся с непреодолимыми обстоятельствами, с невыносимым выбором. Сериал стоит посмотреть и ради актёрской игры, понаблюдать за работой Константина Хабенского, Елизаветы Боярской и Сергея Безрукова, а ещё поглядеть на графику в некоторых батальных сценах. Довольно неплохую для 2009-го. Сейчас она, конечно, смотрится уже несколько наивной, но на самом деле в этом сериале хорошие военные сцены, сделанные безо всякой графики, просто с привлечением массовки. Этот и многие другие сериалы и фильмы вы можете найти по ссылке в описании в онлайн-кинотеатре «Окко». По специальному промокоду вы получите 35 дней доступа к подписке «Оптимум» всего за 1 рубль. Если вы давно хотели попробовать «Окко», сейчас самый подходящий момент. Промокод и ссылку на мою подборку ищите в описании. Я, значит, ждал вас в действительном. Эта кепка надета не случайно. Она куплена в том самом магазине в Стокгольме, где покупал кепку Ильич. Когда ехал на опломбированном вагоне. Когда ехал, да, забирать власть. Сейчас, извините, я должен объяснить. В Ютубе не все про это знают. Значит, Ленин в 17-м году в опломбированном вагоне вместе с соратниками из Швейцарии через Германию, которая с Россией воюет, едет в Швецию, оттуда там пересаживается и едет в Петроград революционный, где его встречают толпы людей. Он ехал, как вы знаете, в Петроград, очень боясь, потому что разговоры о немецких деньгах шли вовсю. И он, как и сам говорил, не знал, что произойдет на перроне. И когда он увидел военных, которые его встречали, он очень испугался. А это был почетный караул, который его встречал. И вместо... Он очень заботился. Там какие-то были дни полупасхальные. И найдут ли извозчика. Вместо извозчика, как вы знаете, был броневик. Скажите, вот сразу, раз мы здесь стоим, была вот такая поза в реальности? Трудно сказать. Эта поза стала, что называется, киношной. Снято несколько фильмов. Даже документальные инсценировки были, в которых Ленин изображен стоящим с протянутой вперед рукой на броневике. Да это и не принципиально. Собственно, Ленина, как исторического персонажа, для большинства людей не существовало и не существует в принципе. Есть образ Ленина. Ленин-миф. Для разных людей совершенно разный. Для коммунистов святой, для антикоммунистов, представитель эманации зла. Но суть от этого не меняется. К реальности Ленин не имеет для большинства никакого отношения. В 22-23 годы, когда всем было известно, что Ленин болен, и что все уже понимали статус Ленина, стал возникать особенно в крестьянском слое населения, а это 80% населения, такой квазирелигиозный культ Ленина. Его стали воспринимать как такого ирзаца, как бы Христа такого. Понимаете, мавзолей действительно, вот поэт писал, «Тот, кто лег окружьем мавзолея новою кремлевской стеной». Действительно, мы живем в уникальной столице, где Кремль окружен кладбищем. Он окружен вот этими новой кремлевской стеной, как пишет выспрянный поэт, то есть трупами, которые сожжеными в крематории, которые втиснуты в эту самую стену. И центром этого кладбища является сооружение в ассирийском стиле построенное под названием мавзолей. И это не просто сооружение, это верховный храм религии. Когда Иосиф Виссарионович говорил, партия – это есть орден меченосцев, он говорил абсолютно правду. Это была религиозная большевистская секта, где, как положено в секте, где есть учение, которое является абсолютной догмой, и поэтому был принят при помощи Ильича, Ильич, о недопустимости фракционности. Что это значит? О недопустимости другого мнения, которое идёт вразрез с мнением руководства партии, как и положено в религии. Я воспитывался в обычной советской семье. Папа у меня был членом коммунистической партии. Мама – учитель в школе. Это вся эта история с пионер-героями, с дедушкой Лениным, когда он был маленький, с горки ледяной. И так далее. Всё это было совершенно естественным о географии вот этого коммунистического православия, которое было вполне канонично, скажем так. И, конечно, это было разрушение вот этой веры, разрушение вот этой религии. Когда я стал христианином, когда я понял свой путь ко Христу, то, конечно, я всю эту плёнку тогда перематывал, перематывал и перематывал. Вы и сами говорите, что это была религия. И очень много мы сейчас слышим, что Ленин во многом повторил проповеди Христа. Где ошибка в этом? Я не понимал тогда, что это религия. Вот в чём всё дело. Я не осознавал этот путь как религию, но тем не менее я понял, что это была религия. Я понял, что это была антицерковь со своими антисвятыми, со своими вместо святыми, со своими замещёнными мучениками, со своим замещённым великим Вселенским собором в виде съезда в КПСС, со своей догматикой, со своими пророками. Это была такая религиозная подмена, которая великолепным образом работала на сознании массы. Когда Ленин умер, он умер 21 января 1924 года в возрасте 53-х лет, или даже до 54-го, не было идеи сохранения тела навека. То есть эта идея высказывалась вроде бы, например, Сталиным в одном из собраний партии, руководства партии ещё до смерти Ленина. Но, по большому счёту, основная масса руководителей была против этого. Это совершенно казалось, с той точки зрения, совершенно антиматериалистический, антимарсистский подход. И поскольку было очень действительно холодно, тело не портилось долго, оно было временно забальзамировано профессором Абрикосовым для того, чтобы его выставили в бывшем дворянском собрании в доме союзов, куда шли толпы народу, чтобы проститься, потому что они были очень важные фигуры. Надо было построить какой-то временный павильон, в котором тело должно было бы храниться какое-то время. Ну, скажем, в течение трёх-двух недель. Неотапливаемо, разумеется. И тогда Щуцев на скорую руку склотил вот то, что там стояло два года, вот эту деревянную конструкцию, которую он поставил, и это довольно важно, за пределами... То есть он поставил её на границе бывшего рва. Там же ров тёк, там, где сейчас кладбище кремлёнское, там тёк ров, это не граница площади. Мавзолей стоит нынешний ровно на границе площади, то есть он не заступает на историческую Красную площадь. А первый мавзолей стоял чуть ближе к Гуму, то есть он стоял на площади. Это макет первого мавзолея. Вот того временного, который Щуцев соорудил без чертежей. На скорую руку, ну, по сути, это деревянный сарай с неким пирамидальным, там, ступенчатой пирамидой. И проход. Никогда не забывайте о том, что Алексей Викторович Щуцев кавалер ордена Святейшего Синода. И что он строил Пачаевскую лавру, Марфу-Маринскую обитель, что он очень хорошо знал, что такое поклонение мощам. И шли огромное количество писем, что надо дать возможности проститься с Ильичу. В этот момент как раз был Второй Союзный съезд Советов. Он принял первое решение о том, чтобы тело Ильича надо было сохранить. Тогда Дзержинский сказал, если они действительно смогут это сделать, пусть сделают. Когда принимается решение о окончательном сохранении тела вождя, Щуцев делает что-то более приличное. И он берет за основу довольно интересную форму. Он берет зекурат. С зекуратом есть одна проблема. Зекурат, напомните, что это такое? Зекурат – это типология, которая пришла к нам из Ближнего Востока. Самым известным такого рода постройкой является зекурат в Уре. Главная прелесть зекурата состоит в том, что никто не знает, что это. Он подчеркивает четко линию историческую горизонталь площади. То есть на пресечении появляется линия мавзолей. Здесь купол сената, вот он. Купол сената, мавзолей, главный вход в ГУМ – это горизонталь. И ГИМ, и собор Василия Ложения – вертикаль. И вот на пресечении двух вертикалей появляется четкий центр, четко выраженный. Это все Щуцев разработал уже для второго мавзолея? Все эти идеи разрабатываются для второго мавзолея. И когда Дзержинский выигрывает конкурс последний, объявленный в 1927 году, конкурс на постоянный мавзолей, он строит вот это, то, что мы сейчас с вами знаем, как мавзолей. Это уже проект каменного мавзолея. Он немножко другой, потому что там внутри нет, например, красной звезды сейчас, но это вот каменный мавзолей – это то, что Щуцев разрабатывает для каменного мавзолея. Начало 20-х годов – это была мода на все египетское. Это ровно на тот момент, когда карты раскапывают, «Городница Хамона», когда тема мумий, значит, все египетское было модно в дизайне, в газетах постоянно писали про эти раскопки. Это был такой вот постоянный информационный фон, на что, собственно, могли ориентироваться Красин, Бонч Бруевич. Вот, кстати, тоже ключевые фигуры, сколько я понимаю, которые принимали у человека, к нам принадлежат вот эти… Бонч Бруевич – это человек, который был на самом деле специалист по религиозным культам, да. Думаю, от них, как бы, в результате, так или иначе, вот, особенно от Бонч Бруевича могла явиться эта странная идея, значит, таких альтернативных мощей, которая наложилась на вот эту моду всего, связанную с египетским смуми, и которая наложилась на вот этот уже существовавший к моменту болезни Ленина, значит, квази-религиозный культ его. Алексей, для неанглоязычных читателей, как принято говорить, о чём ваша работа «Тела Ленина. Тайная наука коммунистического суверенитета» и почему тела во множественном числе? Тогда тело начали сохранять. Это уже было не столько тело конкретного человека, или не только тело конкретного человека, оно всё, конечно, ещё было телом конкретного Ленина, но и телом, которое ассоциировалось с этой радикальной новой историей. Как бы новое время полностью было перезапущено. И это теперь на века, все будущие поколения будут к этому моменту как бы постоянно апеллировать. Поэтому получилось так, что это тело было как бы раздвое. Я считаю, что сохранение тела вождя и полёт Гагарина в космос имеют один и тот же корень. То есть был такой человек, фамилия его была Фёдоров. Он здесь работал, в армянской библиотеке. Он стал отцом русского философско-религиозного течения, которое получил название «Русский космизм». Одним из идей русского космизма было в том, что человек перестанет умирать. Рано или поздно люди разорваются до того, что они перестанут умирать. То есть медицина дойдёт до того, что человек... Физически перестанет. Физически, физически. А более того, возможно, будет возможность воскрешать мёртвых. То есть люди научатся воскрешать мёртвых. Сила человеческого духа, сила человеческого разума дойдёт до того, что победит смерть. Такой экклезиаст, знаете, русский. И, например, у Фёдорова был ученик, учитель школьный из Калуги, который задался один простой вопрос. Если люди перестанут умирать, то семья же лопнет. И он придумал ракеты. Это был Циолковский? Это был Циолковский, да. 2020-й научил нас не планировать свою жизнь и показал, что перед глобальными событиями все наши дела, какими бы важными они ни казались, все равно отойдут на второй план. Как раз об этом новый роман Виктора Пелевина «Непобедимое солнце». В нём рассказывается история москвички Саши, отправившейся на своё 30-летие в большое турне по святым местам. По дороге она встречает много разных людей, которые приближают её к познанию тайной вселенной. Но неожиданно мир охватывает пандемию коронавируса, которая обрубает сюжет и оставляет дела главной героини незаконченными. «Непобедимое солнце» в электронном и аудиоформате доступно эксклюзивно на ЛитРЭС. ЛитРЭС – это самый популярный книжный сервис в России и странах СНГ. В каталоге более одного миллиона электронных и аудиокниг. А определиться с выбором вам помогут самые разные фильтры. ЛитРЭС подскажет, что сейчас популярно, какие книги вышли недавно, а какие скоро появятся в каталоге. Выбираем популярные. А вот и новый роман Бориса Акунина «Мир и война» – продолжение его литературно-исторического проекта. На этот раз сюжет разворачивается в 1812 году. Пожилая помещица из деревни Вымиралово расследует злодеяние таинственного маньяка. Но неожиданно начинается война с Наполеоном, и поиски убийцы вынужденно прекращаются. Кстати, недавно ЛитРЭС запустил абонементы за 299 рублей в месяц. С ним вы можете выбрать любую книгу стоимостью до 600 рублей, а еще две из специальной коллекции получите в подарок. И так каждый месяц. Причем, если вы не успели прочитать все книги, то они все равно останутся в вашем аккаунте. По специальному промокоду от редакции вы получите скидку 20% на покупку абонемента ЛитРЭС. Ссылку на активацию ищите в описании. Можете ли вы подробнее рассказать про Збарского и Воробьева? Кто были эти люди, которым поручили бальзамировать Ленина? Почему именно им? Кто-то вспомнил, что Воробьев Владимир, который был знаменитый анатом из Медицинского института в Харькове, что он бальзамирует части человеческих тел в своем анатомическом театре в клинике для педагогических целей. Что делают многие, но он это делал особо здорово. И эти бальзамированные артефакты, они, в принципе, хранились просто на открытом воздухе и не портились. К нему обратились. Он сказал, что вряд ли у меня что-то получится, потому что он никогда не делал целое тело и тем более не ставил задачу сохранить прижизненный внешний вид, особенно лицо. Его уговорил Борис Барский, который сам не был на этих комиссиях, просто об этом узнал. Он был биохимиком московским. Они были знакомы Боробьев и Барский уже много лет. И они согласились. И начиная с конца марта они стали делать бальзамирование, которое, в принципе, понималось так. Это вот сейчас бальзамирование на какой-то период. Никто не дает гарантии, что это навечно. Может быть, это на несколько месяцев. Может быть, это на год, два, три. Для того, чтобы несколько удлинить этот процесс. Но потом, когда они придумали свой метод, а во многом они его придумывали на ходу, они в июле сделали доклад перед ЦК и сказали, что если таким методом поддерживать тело, не просто оставить его сейчас, а поддерживать дальше, то это может быть на очень долгий срок. Может быть, даже неограниченный длинный срок. Это конкретный такой серьезный процесс был, потому что никогда до этого такая задача длительного сохранения не стояла. Ну, в таком вот глобальном смысле. То есть до этого был, естественно, известен и в том числе в истории России сохранение тела Пирогова на достаточно длительный промежуток времени. А здесь это был лидер государства. То есть это была колоссальная ответственность. Пока принималось решение, в общем-то, тело Ленина подвергалось посмертным изменениям. Так сказать, медленно, но тем не менее верно. И, по сути дела, как таковое бальзамирование было осуществлено на протяжении достаточно большого количества времени после наступления смерти. Это был конец марта. То есть через два месяца. Ну, по сути, по-моему, по данным, которые в источниках литературы, 56 дней прошло от момента, когда случилась смерть и до момента более целенаправленных системных работ. Стояла задача как реставрации непосредственно, так и, соответственно, предотвращение процессов посмертного разложения. То есть как бы две задачи в одном... Реставрация того, что уже разложилось. Ну да. То есть, с одной стороны, предотвратить процессы дальнейшего разложения и отреставрировать то, что уже было изменено. Их способ бальзамирования подразумевал не просто единоразовое бальзамирование, как это делалось раньше, как это было сделано с пироговым, а бальзамирование, к которому постоянно возвращались и которое постоянно возобновлялось. И только таким образом тело как бы постоянно улучшалось. На последнем этапе было принято решение, что, так сказать, будут делать методом как частичного погружения в ванну тела, так, так сказать, применением, так сказать, обкалывания, какими-то аппликациями. Были определены, так сказать, основные составляющие компоненты, которые используются для именно достижения поставленной цели. Понятно, что это был формалин, так сказать, перекись водорода. Это, естественно, так сказать, использовался спирт, глицерин. То есть, каждый из этих составляющих веществ в той или иной, так сказать, консервирующей бальзамирующей жидкости, оно имело сугубо, так сказать, свое предназначение для достижения, так сказать, желаемого результата. Это были новые смеси. Они были во многом похожи на то, что существовало, во многом новые. Надо было создать такого типа бальзамирующие растворы, которые в течение длительного времени не просто сохраняли зафиксированное костенелое тело, а сохраняли в нем водный баланс. То есть, тело не теряет влажность, оно не испаряет жидкости и не поглощает внешние среды. Остается при этом гибким, мягким и вполне упругим. Во время войны ведь мавзолей маскируют, насколько я знаю. Да, мавзолей накрыли щитами и покрасили под брусчатку. То есть, насколько я знаю, там были металлические трубы сварные, на которые... Ну, они его закрыли лесами и сверху накрыли щитами деревянными и покрасили их. А тело Ленина вывозят в Тюмень? В спецпоезд? Да, в спецпоезд. Его везут, сколачивают на скорую руку временный саркофаг. А что мы знаем о тюменском периоде тела? Толком ничего не знаем. Мы знаем, что он там хранился. Значит, что говорят, что даже к нему вроде как был организован доступ, но я в это не очень верю, в условиях войны. Чуть не верится, вряд ли. В Тюмени, потому что в Тюмени с одной стороны, ну вот как-то нашли это подходящее здание, как объяснял Сбарский, там были большие запасы дистиллированной воды, которая нужна для приготовления этого раствора. Но ее потом не хватило, и самолетами из Новосибирска возили дистиллированную воду во время войны. Сбарский учил там в школе детей. Причем, как ни странно, вот мы в Тюменском музее снимали, особенно секретом не было, что он отвечал за Ленина. То есть в Тюмени знали, что Ленин находится там. Что юридич с ними. Да, и когда Сбарского спросили, когда кончится война, он говорит, когда я уеду, тогда и война кончится. И он уехал в 44-м? Он в 44-м году уехал, ну когда фактически итог войны был предрешен уже. Он же сел. Он же сел по делу врачей. В 52-м году. Он сел по делу врачей, его пытали, он вышел и через полгода умер. То есть в конце концов его настигла эта судьба. Его могли, конечно, в 24-м уже, как кадета. Но благодаря Ленину он еще 30 лет. У них в семье так называют наш спаситель и наш кормилец. Потому что им бы при советской власти… с их прошлым, управляющий Савва Морозова, член Кадетской партии. Он же еще очень смешно. Как я потом понял, они же раздали целую легенду, что это такая страшная тайна. Состав бальзама. Это наше интеллектуальное достояние. Это дело специально, чтобы вот этих НКВДшников, которые все это курировали, ну что типа сказать, что если не будет меня, то вы это никогда не повторите. И в заинтересовательной мере долголетие вот это Сбарского, оно обусловливается тем, что он сумел создать этот миф вокруг очень простого состава бальзамирующего, что вот если уйдет в вересковый мёд, короче говоря, моя святая тайна, в вересковый мёд. Святой Грааль, но к 52-му году уже ему не верили. Уже все было понятно и со составами, и со всем. Организация, которая сохраняет тело Ленина, находится вот здесь, в этом неприметном брежневского времени здании в центре Москвы. Сейчас это, как и в советские времена, абсолютно неприступная крепость, оборонная организация. Попасть туда внутрь совершенно нереально. Был момент в 90-е годы, когда члены мавзолейной группы интервью давали. Но сами понимаете, 90-е, тяжёлое время, многим приходилось сводить концы с концами, чтобы выживать, в том числе уважаемые им люди вынуждены были давать интервью. И ровно в тот момент свой фильм про мавзолейную группу снимает мой коллега Павел Лобков. Вы его уже сегодня видели. Он на тот момент журналист НТВ. Это такой большой подробный фильм со съёмками внутри этого здания. По слухам членам мавзолейной группы не очень понравилось, потому что они сочли, что Павел слишком иронично рассказал про их работу. Я это хорошо понимаю. Мы все серьёзно относимся к тому, что делаем. Не любим, когда посторонние начинают над этим подшучивать. Но так вот если разобраться. Слушайте, много иронии во всей этой истории. Например, даже то, что структурно эта организация сейчас входит в Всероссийский институт лекарственных и ароматических растений. Мы ещё позже поговорим про знаменитую постмодернистскую мистификацию Сергея Курёхина – «Ленин гриб». Так вот структурно, юридически, тело Ленина, получается, относится к царству растений ароматических. Никого не хочу обидеть, это шутка. Но согласитесь, ирония и история – великая штука. Совершенно никакой иронии нет. Это вполне объяснимо. После того, как Советский Союз распался в 1991 году и все институции, государственные стадии распадации, и финансовые, и министерские. Этот институт, точнее, институт, который занимался делом Ленина, его называют «лабораторией» иногда. Но там, на самом деле, много лабораторий. Институт просто потерял финансирование, потому что государство перестало заниматься идеологическими проектами. Потом был создан фонд под названием «Мазария частный фонд», куда люди присылали пожертвования не только коммунисты, не только любители Ленина, а просто любители истории, включая разных предпринимателей того времени. Этот фонд частично финансировал. И потом этот институт оказался в ведомстве Министерства чельского хозяйства, что понятно, потому что институт занимается биохимией, в первую очередь. ВИЛАР, то есть институт этих ароматических лечебных растений, оказался институтом, под крышей которого эти лаборатории смогли существовать. Сколько удавалось собрать денег на поддержание? Мне иногда удавалось собирать по нескольку десятков тысяч рублей, даже доллары и деньги наших союзных республик. У меня было поручение тоже по забновлению взаимоотношений между столичными организациями Компартии республик бывшего СССР. Я приезжал туда и на каждом собрании, на котором я присутствовал, люди узнавали, чем я ещё занимаюсь, кроме того, что я секретарь горкома, как правило, тут же собирали деньги. Расскажите, пожалуйста, о мавзолейной группе. Сейчас сколько в ней человек, какая там иерархия? Что это за люди вообще? В мавзолейную группу входит несколько учёных, которые имеют отношение к этому институту, к этой лаборатории. В основном это учёные с большим именем. Препестара, академики, имеющие огромный опыт работы в анатомии, в биохимии, в гистологии. Мавзолейная группа занималась следующим. Она посещает мавзолей. А в мавзолее есть тоже лаборатория. Там происходит практическая работа по перебальзамированию тела. Тело Ленина не покидает никогда мавзолей. Оно в саркофаг. Раз в 18 месяцев опускается в эту лабораторию, мавзолей закрывают на два месяца, и происходит процесс перебальзамировки. Занимается этим мавзолейная группа. Кроме того, они посещают мавзолей, проверяют закрытые часы, естественно, проверяют состояние тела на видимых местах – кисти, голова, насколько оно увлажнённое, насколько оно высохшее и так далее. Тело покрыто резиновым комбинезоном под одеждой, с тем, чтобы не вытекала замерзающая жидкость, и её могут туда подливать, добавлять. Тело в комбинезоне находится, да? Да. Я знал, что вам это понравится. Я просто первый раз об этом услышал. Да, она находится в резиновом комбинезоне. Комбинезон снимается, тело проверяется внешне, что-то добавляется, закрывается и снова укладывается в царкофаг. А зачем нужно переодевать Ленина? А там же пропитывается это всё, то есть меняют одежду, меняют оболочку полностью. В смысле, вот эта бальзамирующая жидкость пропитывает одежду и пачкает её? Ну там уже всё тлеет каким-то образом. Раз в год у них по протоколу нужно это всё менять. К моему приходу там уже одно только тело оставалось. Экспериментальное, на котором повторяют все процедуры. Ну как бы как двойник, что ли, дублёр Ленина. И там полностью действительно воссознанно… В смысле, оно тренировочное, оно учебное? Оно учебно-тренировочное тело. То есть если с Лениным что-то случается адское, то где-то разлезается кожа, и нужно сделать операцию какую-то, сшить что-то, то это всё делают сначала на этом теле, а потом уже повторяют карею. А, это так же, как если всегда на Земле стоит макет космического корабля? Макет космического корабля, пульт атомной станции. Там полностью мавзолей. В обычном доме… А что это за люди? Чьи тела? Это… бомжи можно говорить слово? Короче, этот в 1947 году был подобран на Ярославском вокзале мёртвом, который наш был. В 1947 он тогда же заболезонировал. Я правильно понимаю, это просто уже технические вещи хочу уточнить, что тело Хошимина, тело Ким Ир Сена, Ким Чен Ира помогало, по крайней мере, бальзамировать та же мавзолейная группа, которая занималась телом Ленина? Нет, не помогало, а бальзамировало непосредственно. Существует 11 тел. Существовало. Сейчас уже меньше. 11 тел, 10 из них было забальзамировано непосредственно в московской лаборатории этими ученами. То есть из этих 11 тел, насколько я понимаю, сейчас остались в мавзолеях, не считая Ленина, четыре – Хошимин, Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и Мао Цзэдун. Совершенно верно. Мао Цзэдун не был забальзамирован московскими учеными, он бальзамировался китайцами. И попал в упрощенные методики. Не все знают, что после смерти Ленина мозг его был изъят, хранился в Институте мозга. Он сейчас называется отдельно отдел исследований мозга научного центра неврологии РАМ. Он был создан в Москве как раз после смерти Ильича для изучения его мозга. Изъимали мозги всех великих людей. Изъят мозг Маяковского. Изъят мозг Клары Цеткин. Изъят мозг Ленина. Других выдающихся деятелей и помещен в Институте мозга. Люди пытались понять, что такое гений. Насколько можно воспитать гения. Давайте вспомним еще один позднейший миф, поскольку мы как раз стоим на фоне Ленина на броневике, про то, что Ленин гриб. Миф, имеющий чисто питерское происхождение. Да, Сергей Курехин и Сергей Шоолохов по-моему в январской 1991 года передачи «Пятого колеса» решили поёрничать и сняли 50-ти минутную программу, где доказывали, что Ленин гриб. Я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был грибом. То есть если броневик – это грибница, то мухаммор – это Ленин. Дело не в грибе, а дело в ёрничестве. Действие равно противодействию. Абсурд прошлого закончился абсурдом настоящего. Почитание Ленина практически как бога человека должно было закончиться своеобразной десакрализацией. Одним из элементов, который, видимо, и была та самая веселая передача про Ленина гриба. Кто-то даже написал, что Ленин был девочкой. А я по этому поводу шутил, что Ленин не был девочкой, грибом он не был. Ленин был девочкой и грибом одновременно. Образ же Ленина каждое поколение, каждый исторический тип строя интерпретировал по-своему. И вот канон представления сталинской эпохи у Ленина был задан в фильме «Ленин в октябре», где Ленин такой комичный такой старик, напоминающий Хаттабыча. Такой дед, при котором нужен гениальный, при котором нужен какой-то кто-то более вменяемый и способный притворить его фантастические идеи в какую-то политическую практику. И совершенно прав, товарищ Сталин, говоря, что нам нельзя ждать! Если же мы заговорили об этой паре в общественном сознании, более правильное отношение, как Ленин – это такое солнце, которое намного масштабнее, массивнее и значительнее, как тело небесное, чем Луна. Но так получилось по многим параметрам. Мы живём сейчас в ситуации солнечного затмения, когда Луна – это Сталин. Мы можем включить любой канал телевизионный, где-нибудь будут вам рассказывать про Сталина. И, скорее всего, не будут про Ленина. Одержимость общества фигурой Сталина на самом деле неадекватна его подлинным политическим размерам. Что мы знаем о теле Сталина, который в 1953-м помещают в Мавзолее, а потом вытаскивают? Ну, во-первых, с телом Сталина была жуткая проблема, с которой столкнулся, прежде всего, Ромаков, такой, который был начальником тогда Мавзолейной группы. Проблема была в том, что вот в 1953-м году умирает Сталин. В 1946-м или 1947-м выходит на экраны фильм «Падение Берлина», где его играет могучий гелование. Здравствуйте, товарищ Шуйков. Здравствуйте, товарищ Конин. Здравствуйте, товарищ Рогосовский. И в представлении огромного количества людей это вот такой огромный богатырь, который в белом кителе, который выходит из самолёта, как вот в этом фильме. И что делать с маленьким желтолицым стариком, покрытым оспинами? Будет же массовый ход к гравитой мумии. И все же увидят, какой он на самом деле. Их задача была как минимум привести его не в такое состояние, не в состояние уж такого Шварценеггера, но в состояние более-менее приличное, чтобы его можно было кому-то показать. Работа была адская. Там что-то разбилось. Потом они все ужасно боялись, что их там всех посадят, потому что какие-то кусочки стекла его поранили кожу, они зашивали эти пари. В общем, Сталину очень и повезло с самого начала с бальзамированием. Съезд. Вдруг предоставляется слово секретарю ленинградского обкома Спиридонову. Который не был записан на речь, ничего не было записано. Входит Спиридонов и вдруг с порога говорит, а не пора ли нам товарищи перезахоронить тело ленина? Значит, Хрущев говорит, я поддерживаю. И все тоже поддержали. То есть так же, как Терешкова она вышла, вот точно так же, в такой же роли была использована Спиридонов. И было время удачное. Это был октябрь месяц. Легко было перекрыть Красную площадь, потому что все время шли репетиции парада 7 ноября. Ну и перекрыли, там приехали те, кто его знал. Все там плакали, естественно. Его положили, его как Ленина запечатали в гроб с соломой. Срезали все золотые пуговицы. Потому что он был похоронен в машинском катере золотыми пуговицами, чтобы добро не пропадало. И дальше наступает одна городская легенда. То ли его залили бетоном, то ли не залили. Вот по городской легенде, к которой нам хотелось бы верить, что его залили толстым слоем бетона, чтобы он оттуда не вылез. Ни у кого следующего не было бы желания достать и положить обратно. У вас есть теория, которую вы сформулировали довольно давно, что над Россией давлеют две незакрытые могилы царской семьи и Ленина. И пока они не будут закрыты, ничего хорошего нас глобально не ждёт. Вот значит, одну закрыли, а с Лениным... Ну да, я же за этим и входил в комиссию по захоронению Николая. 98-й год, 1900. Да, и когда во главе комиссии назначили Немцова, единственного, который это всё сделал, в конце концов, захоронил, потому что до этого шла просто такая игра. Появлялся человек, и он делал всё, чтобы ничего не сделать, потому что как-то боялись, что это станет яблоком раздора. Я никогда не воспринимал это как мщение. Я воспринимал это как акт, ну невозможно, ну ружь... Та империя погибла, вот эта большевистская. Я не знаю, возродится она, не возродится, второй вопрос. Она погибла. И теперь стоит этот мавзолей, то есть раньше он был действительно, это был центр страны, это начало и конец страны. А сейчас это для туристов. Вы понимаете, первое, что делает западный нормальный человек, он устаёт, когда работает мавзолей, потому что нигде, только в Китай, в Вьетнам немножко далеко ехать, можно увидеть подобное. Но это Азия. Мы же Европа всё-таки. В 89-й год, да, Марк Захаров в программе «Взгляд» говорит, что надо бы вынести тело Ленина из мавзолея. Понимаете, мы можем как угодно ненавидеть человека, как угодно его любить до самозабвения, но мы не вправе лишать человеческое тело захоронения, подражая древним язычникам. Так с того момента все устремились на улицу Красина, конечно. И все хотели посмотреть, говорят, ой, здесь там лаборатория. Все знали всё. Но надо сказать, что в 90-м году и Збарский выступил с этим предложением. Это было гораздо более весомо. Сын того Збарского, который... Да, да. Сын Збарского выступил с этим предложением, и это было гораздо более весомо, чем Марк Захаров, потому что Збарский имел к этому отношение. Последняя из известных нам попыток захоронения тела Ленина, которая почти была доведена до конца, относится к 1999 году. И я вот на днях специально встречался с человеком, который в то время занимал очень высокий пост в Кремлёвской администрации и имел непосредственное отношение к тому, что тогда происходило. Он рассказал, что действительно уже было понятно, что Ельцин уходит. И было решено, что он может, как уже уходящий президент, который, собственно, похоронил коммунизм, он может, так сказать, вбить последний гвоздь в крышку этого гроба, похоронив Владимира Ленина. Всё было обсуждено, всё было уже почти разработано. Как сказал этот человек, мы собирались похоронить его достойно, аскетично и быстро. То есть был план вынести тело ночью, и когда об этом будет объявлено, тело будет уже доставлено в Петербург и похоронено на Волковом кладбище. Почему не получилось? Потому что, когда стали изучать юридические тонкости, выяснилось, что решение о перезахоронении может по закону о похоронном деле принимать только глава муниципалитета. А это тогда был Юрий Лужков, который был с Ельцином в жёстких контрах и никогда бы не поддержал такое решение. И если бы Ельцин это сделал своим указом, то он наверняка получил бы иск судебный от коммунистов, возможно, от мэрии. Это ответственность уголовная. И поэтому никто тогда не решился в итоге выносить тело Ленина. Было решено, что такой иск даже уходящему президенту не нужен. Вот то место, где мог бы быть захоронен Владимир Ильич, и где, возможно, его до сих пор ждут. Это его мать, это его сестра, Ульянова Елизарова, Анна Ильинична. Анна Ильинична, старшая сестра. Это как бы семейный пантеон. А старший брат Ленина, которого, как мы помним, повесили... Он нигде официально не захоронен, но, скорее всего, тело находится в Шлиссельбурге. Где он был повешен. Мы помним, что старший брат Ленина был казнён по приговору за подготовку покушения на Александра Третьего. Они хотели повторить историю с убийством Александра Второго. И Ульянов действительно готовил бомбу, начинённую поражающими элементами, которая могла убить массу случайного народа. И есть знаменитая картина советская, мифологизированная. Мы пойдём другим путём, говорит Ленин, положив руку на плечо матери. Это тоже очень забавная, я считаю, циничная картинка, которая была в школьных учебниках советского времени. Плачущая мать и молодой Владимир Ульянов, утешающий таким образом скорбящую родительницу. Можно представить, чтобы на самом деле было. «Не волнуйся, мама, не плачь, мы-то пойдём другим путём». Хорошее утешение. Но зато вот красиво. Опять же миф. Ленин говорил, и Крупская об этом писала, «Не таким путём надо идти, мы пойдём другим путём». Эти слова действительно Ленин говорил, но это соединили на картинке со скопью матери, чего, конечно, в действительности быть не могло просто с точки зрения элементарной психологии, восприятия действительности. В таких ситуациях такие вещи не говорят. Есть такая расхожая теория, что Ленин завещал себя похоронить на Волковом кладбище, которая, насколько нам удалось выяснить, никаких исторических подтверждений не имеет. Да, я в это не верю. Почему? Это не в его характере. Думать о своём теле брендом после смерти? Во-первых, думать о своём теле, во-вторых, думать о смерти вообще. Понимаете, вот всё, что я знаю о Владимире Ильиче Ленине, в том числе и в моменты болезни, когда читаешь воспоминания ближайшего круга вождя, когда они описывали, это, кстати, публикуется потихонечку, как он страдал от того, что его тело не состоит, мозг-то работал до какого-то момента, мозг ещё работал, а тело уже было неспособным ни к чему. Как его это злило, раздражало, бесило, и что он злился, и кидался, и ругался на Крупскую матом, что он ругался на неё, на самом деле ругался на себя, и это все понимали. А потом, когда уже мозг начал отказывать, какое завещание, о чём вы говорите? Никакого завещания Ленин не оставлял, это ерунда полная. Это не про него вообще, он не верил в Бога. Завещание, особенно про место захоронения, это всё-таки про веру, скорее, чем про… Я не верю в то, что он там себя завещал похоронить, ему было всё равно, что будет с ним после смерти. Как вам кажется, сам Ленин был бы за или против того, чтобы его тело после смерти не хоронили, а бальзамировали на десятки лет, не погребали? Ленин был членом партии. Не просто членом партии, а её руководителем. И если бы решение приняла партия или высший орган власти, который создавал в том числе и Ильич, он бы этому решению подчинился, так же, как и ваш покорный слуга. Мы обязаны выполнять решение нашей партии. Произошло совершенно фантастическое. Главный борец с религией, величайший атеист Ленин, был превращён в нетленные мощи, с которыми он всё время боролся, и которые он ненавидел. Вы понимаете, это... Вот чем больше я занимаюсь этой странной историей, тем больше там видна улыбка. Улыбка, назовём её Господа, улыбка судьбы, улыбка истории. И для того, чтобы покончить с вопросами, почему Ленин-то... Мы обратимся к любимцу Ленина, их два, да? Маркс и Энгельс. И вот Энгельс написал величайшие строки, которые бы Ильичу услышать заранее. Он написал, что люди, которые гордятся тем, что они сделали революцию, уже на второй день начинают понимать, что они не знали, что они сделали. Что та революция, которая получилась, совсем не похожа на ту революцию, о которой они мечтали. Это, пишет Энгельс, и есть гегелевская ирония истории. Мне кажется, сегодняшнее государство, сегодняшнее государство с определённым руководителем в лице Владимира Путина, очень не хочет, и в некотором смысле это можно, наверное, понять рационально, очень не хочет интерпретации советской истории в чёрных ироничных тонах, что, в принципе, является распространённой интерпретацией. Вот такой подход, что, в принципе, он довольно проблематичный подход к истории. Мне кажется, от него хотят уйти, поэтому очень многое не хотят открывать. Сами архивисты, работающие в архиве, не хотят. Даже когда можно по закону открывать, они что-то не выдают. Это сплошь и рядом. Представляете, сохранение плоти почти сто лет в практически неизменённом виде, но это просто уникальная научная история. Нельзя захоранивать, хотя бы из этих соображений. Я не испытываю никакого пиетета перед Владимировичем Лениным, как перед святыней. Я, безусловно, уважаю его как политик, от чего греха-то и талантливый был человек. И с точки зрения истории, безусловно, память о нём надо хранить. Я бы, может быть, убрала бы его из Мазолея. Не должен быть, как мне кажется, это неправильно, что тело не мумии, не мумифицированное тело, а просто тело – часть общественной жизни города. Но я бы оставил точно Мазолей, потому что я считаю, что это гениальная штука и это абсолютно точно монумент своего времени. Я бы там открыл музей. Музей чего? Это хороший вопрос. Я бы сделал музей тела Ленина. Что произойдёт, если тело Ленина будет захоронено? Этого не будет. Почему? Русские ещё не стали Иванами, не помнящими родства. Многое зависит от народа. Хотя, конечно, решающую роль играет здесь руководитель государства. И, к счастью, сегодняшний руководитель государства не поддерживает ту позицию, которой придерживался его предшественник. Потому что сегодняшняя жизнь и для молодёжи, и для среднего поколения, и для поколения нашего в основном, они всё больше обращаются туда и смотрят. А как же жили раньше? И почему живём мы так сегодня? Людям хочется сказки. Людям хочется жить в сказке. Но так как жизнь конкретная от сказки слишком отличается, то эта сказка очень часто переносится в прошлое. Вот если бы достроили, вот если бы не было подлых предателей, Горбачёва с Ельцином, то, может быть, ситуация бы изменилась. Мы уже были почти на... Чуть-чуть исправить, чуть-чуть изменить. Главное, что всё равно перспектива была, перспектива оказалась в силу тех или иных причин, злых сил. Потеряна. Как её восстановить? Вот как восстановить и реализовать мечту? Только в сказке. Вот иначе нельзя. Поэтому Ленин никуда от нас не денется? Не денется, безусловно. Ленин просто фигура такого масштаба, но не существующего, никакого аналога в российской истории не существует. Соответственно, рано или поздно общество придумает какой-то способ наладить свои отношения с Лениным. Да как с Наполеоном. Вот проклинали, ещё что-то. А вот сейчас во Франции эта фигура не является предметом для гражданской войны общества. Относительно Ленина гражданская война продолжается. Но это только потому, я думаю, что не прошло ещё достаточного количества времени. На самом деле, клянусь, Ленин удивительный, он великий. Не только персонаж, не только титан, который перевернул мир. Он перевернул мир. И это страшная формула огромной несчастья России, что родился Ленин. Но ещё большее несчастье, что он рано умер. Он умер, когда он понял, НЭП – это не просто, как все верят на время. Это в том мозге, который был съеден болезнью. Только он там осталось. Для чего НЭП? Поэтому, вы понимаете, ему надо дать покой. Так нельзя. Это нельзя просто сто лет держать человека для того, чтобы на него глазели. Это нельзя. Согласны ли вы с тезисом, что пока не закрыта эта могила, в России спокойствие не наступит? Ну, я, так сказать, мистически не настроен глубоко. Я этого не знаю. Я думаю, что всё-таки наша жизнь, она в божьих руках и в нашей воле, прежде всего. И не думаю, что какие-то внешние действия, даже глубоко символические и важные с точки зрения исторической памяти, могут повлиять на историю нашей страны, если мы сами не будем на неё влиять, исходя из пониманий добра и зла, выбора справедливости и желания счастья и благоденствия нашему Отечеству. Я могу сказать, почему он до сих пор лежит. Почему? Потому что советская власть ещё не кончилась. То есть момент, когда его, наконец, захоронят, будет нашим прощанием с советской властью. То есть окончательной точкой. Когда это произойдёт? Я думаю, через 15-20. Когда уйдут окончательно те, кто ещё... Маятник остались, 40 лет. Как Моисей свой народ? Да. В пустыне? Ну, как бы мы там не относились к себе, мы, конечно, сильно не похожи на наших родителей в нашем возрасте, но давайте будем честны. Мы все оттуда родом. Как пел из замечательной советской песни Ленин всегда живой. Кантат, по-моему, о Ленине. Ленин всегда с тобой в горе, в надежде и в радости. В каждом прожитом дне, в каждой нашей судьбе Ленин в тебе и во мне. Вот жалко, Зигмунд Фройд не дожил до этой песни. Ленин всегда живой. Ленин всегда с тобой. Советская песня, официальная, красивая, замечательная. Вот психоаналитики могли бы много чего, вспоминая вновь Зигмунда Фройда, по этому поводу сказать. Увы, не сказали, а напрасно. Так что Ленин все равно в тебе и во мне пребывает. Вот так вот, дорогие друзья. Все выводы у нас на канале вы делаете сами. Мне уже нечего к этому добавить. Это редакция. Комменты, лайки туда. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова